А-а-а-а! Я вот так сказал, потому что он подыхает, это видно просто невооруженным глазом, он даже не умирает, он дохнет, стремительно, с каждым шагом по Revelations 2, хотя лично я уже ему яму вырыл после Revelations 1, потому что мне и там всё не понравилось, всё было какое-то конченное прям. Одно дело играть, когда Raccoon City и ничего не меняется, когда все события связаны, другое дело, когда начинается свистопляска, Леон в какой-то деревне, это Крис у каких-то папуасов, шестая часть вообще по всему миру, и отдельно идёт револейнджет, то на корабле, то на секретном в жопу острый. Господи, как они спрятали эту монетку, хер найдёшь, блядь, я уверен, я уверен, что только один, не знаю, не человек, а существо могло пропустить эту монетку, это кот Базилио, блядь, который, как мы знаем, был слепой. То есть, я вспоминаю, как были спрятаны эти сраные монетки в пятой части, типа там на потолке ларька с рыбой, блядь, в которой нихуя нельзя зайти, надо с улицы только в окно увидеть, вот примерно как-то вот так вот подойти там на базаре, и там монетка снычкована. Ну, потому что там за эти монетки, насколько я помню, костюмы давали. О! Опять стелс, что ли? Так, карта района добычи. Вот, видите, видите, на какую кнопку я здесь приседал? Вот... А выгул в изинии вообще не на эту. Поэтому это всё очень путает. Так, мы видим подвешенные манекены, да, потому что люди не могут так висеть. А, нет, с них стекает кровь. Странно тогда, почему ступни стоят в позе, как бы, ну, стоящего на земле человека. Здесь не хватает возможности спрятаться в шкаф, мне кажется, это тренд, тренд последних лет. Если можно прятаться в шкаф, значит, это хоррор. Даже если нет кого туда прятаться. Так, я помогал ему фонариком, но он не отреагировал. Какой невоспитанный. Обсосок. То есть этот зомби сильно глух, походу, раз он не услышал вот этот прыжок. Вот это... Так, и это говно не открывается. Ещё здесь очень сильная песчаная буря. Ну, не буря, вот этот песочек летает перед экраном. Это Next Gen 2018 года, судя по тому. И он у меня сильно лагает. Ну, или почти сильно. Чё, ты полезешь наверх, нет? Интересно, по каким критериям она выбирает, где она будет лазить, а где не будет. Да ёбаном. Насос всё позакрывали. Тут, походу, сейчас будет замес, потому что я вижу здесь многочисленные пути отхода. Чё? Надо прекратить бегать и подбирать всякую каку с улицы. Знаете, если бы эта игра хотела, чтобы её проходили при помощи гранат, чтобы гранаты были какой-то полезной частью этой игры, в игре были бы гранаты. Как бы это по-идиотски не звучало, но потому что, блядь, проходить игру со взрывающейся бутылкой, которая лежит, блядь, иногда по 20 секунд. Ей можно только свою жопу, блядь, взорвать с гарантии. Всё, остальные выживут. Руководство генератору для включения оборудования на объекте, в том числе подъёмника и электрических дверей, нужно поместить генератор в соответствующее место. В случае пропажа или выхода из строя, резервный генератор можно взять на складе с западной, с задней стороны. Перемещать его рекомендуется на конвейерах. На каких нахрен конвейерах? А, ну это похоже на цементный завод. Эта новая скачка была уничтожена. Ну, я хочу найти его рекомендуется, чтобы этот ребенок уничтожен. Я прям жду, когда замес начнётся уже. Так, и здесь, конечно, тоже. Здесь, наверное, Клэр в следующей части будет лазить вместе со своим ойрой. И тогда-то там и будет боевик. А сейчас... Сейчас просто немножко унылости очередной. Они как бы поменялись ролями. То у Барри был боевик, а у Клэр какое-то говно. Теперь наоборот. Клэр там херачится за жизнь, за смерть там, блин. И родину, и загадки там какие-то разгадывает. Чё-то там босса бьёт. Барри уже, блядь, пять минут ходит, нихуя не делает. И чё мне? Мне чем ящик тут взорвать, ёптась? Барри, подкинь мой кирпич. Она чё, она с кирпичом, наверное, туда не пролезает? Кирпич большой, не пролазит в эту дырочку, да? Нет, смотрите. Хватит показывать детскую жопу, господи. Отвратительно. Когда я вижу детскую жопу, у меня нет мысли педофила. У меня мысли о том, что когда-нибудь, возможно, у меня будут дети, мне придётся эти маленькие жопы вытирать. И это ни хрена не вселяет в меня никакого оптимизма. Вытирать чью-то жопу, это не самое благородное в мире занятие. Что это было? По-моему, мне показалось, или что-то там. Но звуки-то мне точно не кажутся. Я прям слышу, что здесь какая-то неведомая хренота. Так, сочетаем-ка мы с вот этим говном. Дымовая бутылка. А, может быть, дымовая бутылка распознаёт этих невидимых мух. Так, вот здесь генератор вылезет обратно. Сколько здесь домов вообще, я смотрю. Так много, так много. Надо все обследовать, это же просто дух приключений. Здесь пусто, здесь, наверное, закрыто. Ай, блядь, открыто. Как будто гремучая змея где-то здесь. Звук такой, как будто. Как будто она вот трясёт своей жопкой вот этой вот. Так. Включилось какое-то говно. И на улице, я думал, загорятся лампочки, и начнётся музыка, но нет. Так, кто-то кровью заплатил за это письмо. В шкафу никто не загасился. Спирт. Последние слова Ирины. А Ирина это дочь того бомжа из канализации, который там на шконке помер. Здесь гора трупов продолжает расти. Их слишком много. Боже, что мы наделали? Это женщина, Алекс. Она не спасает нас. Пришла она, пришла нас уничтожить. Мой отец с самого начала был прав. Ей нужно лишь создавать монстров. А люди пусть подыхают. Всё это время мы ей помогали. Как можно быть такими тупыми? Капковым. Она нам всем что-то ввела. Что именно, не знаю. Но люди начинают чесаться, а потом тела разваливаются на части. На последней стадии наступает слепота. Это лишь вопрос времени для меня тоже. Ох, папа, жаль, что тебя здесь нет. Хотелось бы с тобой увидеться. Написала Ирина, видимо, после того, как ослепла. Увидеться. Ну, мы поняли. Так, острову конец. Тут не осталось ничего, кроме смерти. Не знаю, сколько мне осталось. Вряд ли много. В ногах странные ощущения. Чешусь. В глазах всё плывёт. Суставы болят, болят, болят. Боже, помоги. Папа, 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 папа. Вот так вот примерно кончается это письмо. Так, урон четвёртого левела. Нихера себе. Урон четвёртого левела. Это сколько в цифрах, интересно? 80 добавилось. Нихера себе. Только мне кажется, что урона вставлять в автомат, потому что он выпускает больше пуль. Каждая станет мощнее на 80. Это логично, что автомат круче. Занимательная математика. Вот если на примере компьютерных игр учить детей математики, они быстро научатся считать, складывать, там что угодно. Другое дело, когда было у Мити четыре яблока, у Пети четыре яблока, блядь. Начинается там какие-то делюга этих яблок. Это штупые задачи, они интересны. Так, так, так. Да это ж мобы из Dark Souls тут киснут. Она сказала, гора трупов, но я вижу только гору мусора. И здесь ещё стильный дым. Добрый Бог, что мусор. Он говорит, боже, ну и ну. А как по мне, так это не самое впечатляющее, что я видел в этой игре. Тут, в принципе, всё довольно одинаковое, поэтому. Чё, он именно от этого прибыл. Ой. Ой. Ой, будете батюшки-срачки, давай, поехали. Давай тоже, тоже давай здесь поедем. Давай уедем отсюда, на этой хуйне. Почему? Что нам мешает поехать на этом, вот это вот, хреньке вместе с аккумулятором? Нам надо пойти в дверь. Пойти в дверь и активировать скрип появления босса, мать его, да? Вот так, вот такие планы. Пизда вонючая, блядь. Всё равно я чуть-чуть обосрался. За... за... за родину, нахуй. Ну где эта бутылка? Ты взорвёшься, блядь, нет? Ура. Взрыв произошёл, но... Блядь, пассивность этого босса сейчас нам вымораживает. Но шумит он... 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 он застрял. Ой. Я ему помог, по-братски. Он... он членом прикрывается. Это гемипенис вот. Что, конечно же, ему не поможет. Он разошёлся. Ой, босс добился определённого успеха. Он один раз дал деща Наташке и сдох, да? Потому что убегает. Видимо, это долгоиграющий босс. Натуся, ты как? Нормально. Я примерно вчера видел, слышал такой диалог у нашего ближайшего кабака в кавычках. Ай, блядь, чё дверь-то закрыта? Не знаю, какой был праздник у этих женщин, но они стоят. Одна вышла, долго орала в телефон, потом вроде как решила поблевать. Выходит вторая. Они в вечерних платьях, конечно, что добавляет красоты и угарности этой картине. Натуся, тебе, блядь. Натуси там, кстати, по-моему, лет сорок уже. Так. Ну, кстати, в этом плане женщины уникальны. Они до конца жизни остаются Натусями, Иришками, похуй ещё кем. То есть сами они друг друга никогда Ириной Ивановной называть не станут. Я ещё в поликлинике был, когда медсестру назвали. Ой, там Иришка. Я думаю, о, Иришка, круто. Прихожу, а там Иришка, блядь. Не знаю, 38-го года розлива, по-моему. А, и мне надо вот это говно таскать с конвейера на конвейер. О, неплохо. Тащим. Медленно, да, долго, монотонно. Не интересно, потому что не нападают. Если бы мой напарник тащил, а я должен был бы стрелять, и... Причём это не первая игра в мире, где играешь сразу за двух персонажей, я хочу сказать. И раньше, вообще-то, игры такие были намного интереснее, удавались. Сейчас что-то вообще барахло. Взять хотя бы Дина Кризис. Меня никогда не смущало, что там два персонажа. Наверное, потому что за них играешь не одновременно. Смотрите, какие зомби тупые. Просто охереть. Ну, даже вот если, я не знаю, если я возьмусь проходить третий Dead Space, и даже если, как хочет добрая половина канала, я сделаю это в жало. Как бы там тоже есть бот, но я уверен, что он не будет таким бесполезным ублюдком, он будет стрелять. И чё? Надо ворота открыть. Мне кажется. Очень интересна система подачи тока от этого аккумулятора. Я же его ни к чему не подсоединил. Я его поставил просто на эту херню. Как мы поняли, два рычага нужно дёрнуть одновременно. Это просто бич. Мой. Ну, сейчас-то мы точно победим. Зачем, интересно, эти ворота открываются со звуками воздушного авианалёта, блядь? Со звуками тревоги. Невонятно. Как будто тут из этих ворот, блядь, вражеская армия должна напасть. Так, мне надо его поставить. Мне надо его поставить куда? Вот я не помню, куда его надо поставить. Наверное, сюда. А, нет, дождите. Нихера не сюда. Ну, по лестнице-то я его точно не подыму. А, это лестница. Ворот открылись для меня. Наш аккумулятор пойдёт другой дорогой, как я понимаю. Блядь, только какой вот дорогой он пойдёт. Давайте анализировать. Можно залезть здесь. По лестнице. Но аккумулятор-то чё? Дождин, поставь его нахер. О, кстати. Фишка в том, что я даже не помню уже, куда его нужно отнести. Что-то с памятью моей стало. Наверное, потому что здесь всё до усрачки одинаково. Вообще, когда я играю в такие игры, у меня начинает наступать, знаете, депрессняк по поводу того, что... Ой, в играх уже давно одно и то же, блин. Ничего нового они не придумывают. Как надоело это всё. Невесёлые мысли, я согласен. Так, а как мне сюда его поднять? Может, это для Натальи? Нет. Так, кто-то должен обезвредить эту тварь. У него ещё что-то в руках. Она какая-то особенно воинственная, я смотрю. А-а-а! Заперто с другой стороны, сука такая. Вот оно чё. Не-не-не-не-не-не-не. Так меня не разведёшь. Так, ну туда я не полезу за одним ящиком. Шатал я в рот. Мне уже лень. Это как делать побочные миссии в Ассасинскрид, когда они нахрен не нужны. Вообще-то, а как я тогда туда попаду? Ой, боже Если бы, как бы, ну, я пытаюсь найти Оправдание тому, что главный герой Не хочет ехать на этом конвейере Логичное оправдание, а не то, что Это игра и так задумано То есть, я не вижу Никаких причин, мне кажется, что главный герой Долбоёб, хотя, может быть По технике безопасности, я не знаю Я На цементном работе На цементном заводе я не работал, поэтому не знаю Но там И ролик-то не такой Конвейер Причём, вот там я вижу, что А, нет, да, с небольшой С какой-нибудь, с какой, а с высоты Эта хренька должна упасть И, видимо Пофигу, она не повредится От этого Интересно, это всё устроено Прям, смотрите, ух Вот бы там покататься на жопе, да Лёжа-лёжа Так ещё, с массажным эффектом Причём, я вижу, что Вот там, видите, где колёса крутят Привод этой хренотени Видно, что Сам конвейер, он в натяжку То есть, там нету колёсиков На всём пути И аккумулятор, я не сомневаюсь, что он весит так мало Что он даже не продавливает Да вообще, что за конвейер идиотский? Что на нём? Тут пенопласт Подают, что ли? Не знаю, как-то, ну Ну, выглядит как-то, конечно, да Не то, что я Я не жалуюсь о том, что есть мало полигонов То, что, блядь, колёса треугольные Ну, ё-моё Какие-то элементарные вещи-то Как-то можно, не знаю, что-то продумать Ну, уже кто-то заметил в комментах, что Мой расстреляла в босса из разряженного пистолета Там действительно Судя по затвору, он разряжен Он разряжен, там ничего не было А какой-то магией неведомой там появилось 10 пуль И сколько раз она там выстрелила из него Ну И чё? А, во И тут я увидел, я отчётливо увидел, что здесь появился этот труп Его там не было, когда я Когда я нажимал на рычаг А вот после нажатия он там появился При жизни этот зомби был, блядь, от чемпионом по брейк-дансу Судя по тому, как он двигается Паршивый ублюдок Мы едем, детка Помахай-ка им всем ручкой Вообще, надо было, наверное, за патронами залезть Смотрите, там автоматные лежат А, давай Не сейчас, храбай! Ну, Барри уже очень Он уже не молод, он стар Он не хочет ходить пешком, поэтому психует, когда лифт не работает Вот я бы на такую не прыгал Вот на эту жестянку Мне кажется, это настолько Ненадежно Под моим весом она просто сложится пополам И я бы вниз улетел Но Барри-то весит как дюймовочка В этой игре все весит как дюймовочка О, боже! Блядь Как бы тебя СВД Я смотрю, эта игра очень любит русские пушки Это потому, что действие игры, типа, происходит в России На русском острове Ну, блядь, ты что, вниз не хочешь спрыгнуть? И это какое-то западло Не видать мне СВД Это совершенно очевидно Потому что, мне кажется, надо залезать снизу Для того, чтобы залезть снизу, мне нужен аккумулятор Аккумулятор я уже пристроил Ну, что ж Это надо было заранее посмотреть наверх Увидеть повешенного человека Которого можно забрать СВД Монстр! Ты что орешь, ёбушка, блин, а? Монстр, монстр, блядь Думаю, я старый, но я все еще хорошо вижу Тем более, что их не заметить вообще невозможно Это вам за СВД, ублюдки Это тебе за калашников, тварь Ни одной пушки Барри не дали новый Слава богу, что у Барри хотя бы пистолет, как у Судидреда На все случаи жизни Даже с у меня ничего, кроме него Я с того, как... Тень у него, конечно, сука, как в Майнкрафте, блядь Записка об утилизации трупов 8 февраля 2010 года Сегодня через нас прошло много тел Больше, чем обычные испытания вируса ТФОБОС Способны истощить наш резерв испытуемых Всего за 3 дня мы израсудовали 30 тел Мы только то и делали Что складывали их в мешки И сбрасывали в яму С говном, видимо Интересно, что из этой ямы Наверное, просто сейчас сатана восстанет Блин, мне кажется Видите? А может сбросить этот аккумулятор вниз? Лазить за СВД? Не, наверное, не пустит игра Ох-нах Вау Да вы чё, пацаны Ах, ну вот так, да, будем? Гарик Куда побежала Наталья, блядь Чё она там пытается сделать? Да какой ты меткий, блядь Нихуя не видно Сделано очень прикольно Но бесит, блядь, ужас Почему-то Барри не может здесь пройти Потому что здесь ёбаная стеклянная стенка На самом уголке Почему-то патроны не улетели вниз Да, он здесь вообще еле ходит Блядь, он здесь закрывается Это гилток постоянно заебало Да, это фейл Я зажат, блядь, и выебал Я на пути! Они меня просто по очереди ехут здесь Все взрывные бутылки оказались у Натальи Из-за ранних трудностей с инвентарём Стрелять на джойстике по-прежнему полная хуйня Когда нужно выцеливать Делать это на стиках Просто, блядь Невозможное говно Поэтому ко всем хуям джойстик Время шутера настало Время, блядь Сука, далеко они меня отодвинули Опять эти уже заебало, блядь Ёб твою нахуй Тебе такие нужны тебе, блядь, чекпоинты Заткнись, нахуй, блядь Пизду тебе Бесполезная дура, блядь Только может что орать Я так понимаю, если я сижу Я просто охуенный невидимка, блядь Барри просто ниндзя, блядь В этот раз из этого ящика выпали патроны Что меня радует Вот топаз мне нахер не нужен Че мне с ним делать, блядь О, кстати, я вижу таблетку Да, заебись И еще топаз, чтобы не пиздел, да? РС, блядь Ну А, нажать надо Если бы Барри мог задержать дыхание Я бы ее Я бы ее разбил Но он не может В принципе, у снайперки неплохой дамаг И издалека можно пострелять Но плохой дамаг компенсирован Отвратительной скорострельностью Этого куска дерьма Вот из СВД Из СВД, да Можно было бы классно пошмалять А может здесь боссов не нужно убивать Может от них съебанцы надо сделать Отходим, отходим, отходим Наталья, отходим Нет Этот босс, я смотрю, пожаров-то не боится Живучая тварь Я все еще на джойстике Потому что я не помню, как бросать гранаты На голове Так, он все-таки сдох Заебись А сейчас она сразу взорвалась Пошла-ка нахуй На тебе, блядь, дымовую Говно все, бутылки в этой игре, блядь Давай нахуй Плюшку мне теперь за эту, блядь Победу Сложнейшую Да, снайперка вообще Ни в одной части Resident Evil Я не припомню, чтобы снайперка мне была бы нужна Ну кроме Специально подготовленных мест в шестом Но снайперка в четвертой В резьбе В пятой Это просто, блядь, оружие для кучи Как и здесь, блядь Куда из него стрелять? Что тут нету Таких снайперских дистанций в игре Чтобы, блядь, реализовывать ее Эту оптику И дальнобойный потенциал Такое чувство, что Барри вообще не представляет, куда они идут Они идут, чтобы идти Ну быстрее можно Ты играй так долго Даже девочке уже стало интересно Куда мы идем, блядь И зачем Мы загоним в угол эту старую суку Сказал он Несмотря на то, что патронов все меньше и меньше Боссов все больше и больше, блядь О Дошли докуда-то Офигеть А, она в свитере теперь Они эту кофточку из баринных трусов, наверное, сделали, судя по ее виду Откуда она там взялась-то, господи Барри! Это не должно быть так Я не боюсь, когда я увидела, что моё волю превратно красное И гладь от моих волос Но почему ты не меняешься Как ты начинку в россии но это зависть женская зависть красоте сейчас а наталья оказывается оман и сын дьявола да по-прежнему что-то непонятное происходит в этой игре но видимо наталья в совершенстве владеет телепатии телекинеза на чем еще и на этом эпизод закончен ура за баре я смотрю теперь в три раза меньше пришлось играть чем за клэр а что странно порция спойлеров которая все равно не пробудить ни в ком интерес к этой игре и это будет последний эпизод как я понимаю всего их 4 планировалось ужас нахрен да ну что ж всем спасибо что нибудь пишите что нибудь жмите желательно на рекламку атье